Сама радиоактивная изготовка системы Очень такая интересная система Очень полезная Исследовательные изготовки Последние десятилетия Она основана Прежде всего На радиоактивном распаде На радиоактивном превращении 147 в Самаре 143 в Диаде Идем альфа распада Константы распада очень мало То есть скорость распада очень мало 6,54 на 10 млн И период был распада 106 млн Поэтому Первые Публикации Появились Относительно недавно Ну хотя 2% Но Во всяком случае Значительно Позднее Чем Уже Появились и активно использовались Атронцы И свинец И аргон Потому что изотоп издвиг Неодима Был очень Был очень Появилась Возможность его измерять Вот уже После Вот этого самого Но Скачка И взрывного Такого развития Аналитической техники Которая была связана с лунной программой Я вам говорил А лунная программа В свою очередь Она Была активно запущена После Полета Гагарина Нам В пику Американцы Кинулись С нами Соревноваться Ну и в общем Надо сказать Одержали Здесь ярко По всем направлениям Аналитики В том числе Вот Так что Вот эта Первая Публикация Это абстракт Доклада На конференции В чем две группы Людмайер Людмайер Он еще до сих пор Публикуется Хотя уже Преклонный Водорост не следует Вот И буквально Через несколько месяцев После Они между собой Там тоже Очень сильно Через несколько месяцев Буквально После него Вассербург Опубликовал Первые Тоже Изотопные Данные А Изотопные Отношения Неодимы Есть Начальное Изотопное Отношение Плюс Радиогенная Добавка Которая Определяется Величиной Самой Неодимы Отношения Ну и Время Так же Точно Без Всяких Усложнений Возраст Из Из Этой Формули Может быть Выражен В Явном Виде Вот Ну понятно Что для того Чтобы По этой формуле Обпринять Возраст Нам нужно знать И померить Нынешние Затопные Отношения И Знать Начальные Затопные Отношения Неодимы Если мы его не знаем То конечно определить Не можем Хотя В неодиме Как раз Мы Дальше С вами С этим Знакомимся Очень Распространено Такое Понятие Модельный Возраст И Модельный Возраст По сути дела Это Расчет Практически По такой Формуле Где Начальные Изотопные Отношения Мы Можем С Достаточной Точностью Предположить Каким Оно Было Ну Если У нас Есть Две То Тогда Возраст Проходит По этой Формуле И Реально Конечно Тот самый Модельный Возраст Распространение К Против Сотки Порет Хотя Мы Приходим к процентам Нечения Не один Существом Здесь полная Аналогия Принесронсовой системы В некоторой степени Так же точно строится изоткрованно самолинейативную, т.е. мы предполагаем, что вначале у нас все образцы имели одинаковое изоткровное отношение к неодинам, но разное самолинейативное отношение к неодинам. Разные-то разные, но в чем-то они одинаковые, в чем одинаковые, в чем? Совсем одинаковые, они и в разной группе. Что это за элементы в Самаре и неодин, к какой группе они относятся? Блантаноиды, да, или редкие земли. И поэтому свойства у них очень близки, химические свойства. А, кстати, типичная валентность в природе у них какая? Три. Три. Вот чтобы два было у неодина или у Самаре, это надо очень сильно постараться, природа так не может. Три. И юмные радиусы очень близки. Поэтому они фаркционируют один относительно другого в довольно узких пределах. Поэтому широких вариаций самолинейативного отношения мы почти никогда получить не можем. Крайне редкие есть исключения, где эти элементы варьируют, ну скажем, в пределах нескольких раз. Да? Крайне редкие. Но тем не менее, вот эта изотклонная модель здесь работает, начальная стадия такая. Со временем, как вы понимаете, линия поворачивается вокруг начального изотклонного отношения. Вот эта точка, которая здесь стоит, вот в отличие от рубиде-стронцевой системы, когда у нас действительно бывают минералы с настолько низкими рубиде-стронцевыми отношениями, что мы практически их видим как нулевые. Вот в самой линейной системе такую точку вы не увидите никогда. Нет минералов, нет пород, у которых самое линейное отношение было бы близко к нулю. Вот, ну, на уровне 0,1 это, пожалуй, вот самое низкое кладовое отношение. Ну, я иду чуть-чуть, но так, чтобы какие-нибудь сотые были, этого уже не найти. Соснов. Но это не вся самарь-неодинная система. В самарь-неодинной системе есть еще один ринг. Это характерирующая система 176 самарь и 172 неодинная. у нее скорость распада на 4 порядка выше. Перевоку распада видите, около 70 миллионов. Это значит, что весь 146-й самарь, который когда-то образовался при вот ядерных превращениях, ядерных реакций в формирование Солнечной системы весь этот самарь давно распался. И вы помните, мы с вами это говорили, что в этом случае обычной формулой радиоактивного распада пользоваться уже нельзя. Потому что у нас нет современного отношения 146-го самаря к 144-му неодинную. А норма 0. А экспонента при этом стремится к бесконечности. Там неопределенность и по произведению 0-й бесконечности. Мы про это поговорили с вами. Отдельно. Сейчас вот просто мы запишем, что есть, по сути дела, две изотокных системы в самаре неодином. в самаре неодинной системе. Это долгоживущая 147-й самаря 143-й неодин. И короткоживущая 146-й самаря 142-й. Посмотрим, мы с вами будем последовательно. Ну, на этом графике просто видно, что если брать вот кондридровое отношение с самарей к неодиному, то вот полное изменение изотокного отношения 142-го неодинка 144-го неодинка всего лишь порядка трех сотых процентов. Весь диапазон. трех сотых процентов. То есть от нуля к неодинок и соответственно возможные вариации с самарей диапазон отношения они приводят к очень маленькой вариации отношения 142-го неодинка 144-го. очень и это для с точки зрения аналитической это очень сложная система очень сложная задача изучать эти малые вариации до того но очень полезная поскольку все эти вариации они возникли когда-то когда сформировалась солнечная система то есть они имеют отношение к самой ранней истории Земли Земли и планеты в отличие от долгоживающей системы которую мы используем для самых радов событий для самых радов изотопный состав самаре ну вот здесь все изотопные отношения самаре мы сразу уже с вами видим что у самаре 7 изотопов 6 изотопных изотопных отношений можно построить вот они здесь отнесены к 154-му самаре ну тут приведены они без повреждений и из этих изотопных отношений мы можем посчитать атомную группу каждого изотопа мы уже помните с вами да суммируем все изотопные отношения плюс единичка которая представляет свой 54-й изотоп и делим каждую цифру на эту сумму и получаем вот эти вот атомные проценты уже с учетом атомного веса каждого изотопа мы получаем атомный вес его самаре значит вот то что здесь выделено желтеньким вы все записали 50 сюда ну плохо мало а все что выделено желтеньким нам обязательно понадобится для расчета поэтому вот эти цифры нужно записать очень аккуратно полностью не округляя до цифры 147 атомный вес или 150 самаре да точнее и распространенность и атомный вес изотопа и атомный вес лимит и атомный председатель еще все будет Но с самарем все довольно просто, в отличие от НИОДИН. Записали? В отличие от НИОДИН. Потому что я вам говорил, что вот эти две лаборатории, лаборатория исследовательского группы Дима Леммайера и Уассербурга, они шли, что называется, «настрем-настрем», своих исследователей. Вот, а Уассербург – это очень авторитетный, очень известный ученый. И когда его абондано умаял, то возник такой кадр. Обычно, как приятно, вот, скажем, с теми же изотопными стандартами, там, кислорода, водорода, кто-то первый провел исследование, опубликовал, что я в качестве стандарта, скажем, изотопного стандарта кислорода, беру морскую воду. Ну, и уже тот, кто идет во след за ним, он не придумывает какие-то другие свои стандарты, если этот достаточно удобен. Он говорит, хорошо, все согласились, что стандартным будет морская вода, и ее отношение, там, по 18, по 16, вот такое, как мы с вами догадывались. И все этим пользовались. И Люгмайер опубликовал свои изотопные отношения. А, да, слушайте, я забыл, знаете, что сказать. Видите, здесь и здесь знаки «Райдис» стоят, кроме вот этого. Слушай, это что означает? Тождество, да. Почему? Что означает эту тождество? С точки зрения идеологии, а? То есть, абсолютно точные цифры, которые будут менять. То есть, одно отношение кто-то померил абсолютно точно, а остальные плохо? Нет, наоборот, не будет других цифров, то есть, в следующих цифрах, в следующих цифрах. Там, что принято, что дальше не будет. Ну, приняли это. Для чего? Для отношения с этим остались. Это я понимаю, что для этого надо. Для чего приняли это значение? Да. Да. Ну, а не за отсюда. То есть, не будет больше точности. Дело не в этом, что не будет больше точности. То есть, подсеримение – это вот плашет, которые мы не имеем. Все забыли о том, что изотопы при измерении функционируют, и о том, что там используется процедура нормирования. При изотопном анализе используется процедура нормирования, чтобы скомпенсировать изменение изотопного состава при изотопном анализе. Для этого нам нужно какое-то изотопное отношение принять за стандартное, да, за нормировочное, и приводить к нему. Я вам когда про стронцы рассказывал, я вам показывал, как меняются изотопные отношения 88-86 и 87-86. И что вы потом нормировали по стабильным изотопным отношениям, какому-то одному принятому в качестве стандарта. И узнавали все остальные изотопные отношения с высокой точностью, несмотря на то, что при анализе они меняются в широких пределах. То же самое и здесь. Значит, вот это вот отношение 148-го Самаря и 154-го Самаря принято за стандартное. И по нему нормируют все остальные изотопные отношения. И также точно должно быть в неодиме. Люкмай опубликовал первые свои анализы. Реактивный миодим. И вот эта цифра тоже со знаком дожества. 146-й миодим, 144-й миодим равны 0,729. Он ее использовал для нормирования. Эту величину он использовал для нормирования. В природе у нас меняются отношения 143-го и 1-го и 144-го. Остальные стабильные. И остальные можно использовать просто для контроля качества работы прибора. Собственно, что и делается во всех лабораториях. Но и надо сказать, что большинство мировых лабораторий, они используют вот эту систему нормирования, предложенную в самой первой работе Люкмай. Он был первопроходным. Но буквально через несколько месяцев после него опубликовал довольно много своих данных в Иссербург со своими учениками. Он сказал, что ничего подобного. Эта величина у нас никогда не получалась. Он вообще нормировал по другим изотопам. Он правильнее, вообще-то говоря, решил, что надо нормировать по крайней изотопы. Он нормировал по отношению 142-го к 150-го. Чем шире по массам отстают рукотрубы изотопы, тем точнее процедура нормирована. С этой точки зрения он был прав. Но тогда при многочисленных анализах у него не получалось изотопное отношение 146-го, неонимный 144-го к 0,72-19. Он бы мог, в принципе, скорректировать эту процедуру нормирования так, чтобы тоже прийти к 0,72-19. Но он не стал этого делать. Он сам шибко умный сказал. И он был уверен, что, в общем, все пойдут за ним по его следам. Слишком он был авторитетом. И он сам свой авторитет ощущал очень высоко. И все остальные. Этого не случилось. И сейчас... Да. Но после того, когда было много учеников, довольно много странных выписок, которые потом стали очень большими исследователями, известными на весь мир, разъехались по разным континентам, кто в Европу, кто в Австралию, кто в Америку. И теперь изотопных данных неодима существует две разные системы нормирования. И это надо знать. Изотопные отношения, пронормированные по ВСР, отличаются с климатической, от изотопных отношений, пронормированных неодима, да? Пронормированных по системе Люкмак. Потому что вот тут сколько еще я привел? Изотопные отношения для хондритового вещества. Одни и те же. Они... Это, в общем, одно и то же вещество. Одни и те же аналии. Просто в этом случае, пронормированные по системе Гермайя, в этом случае, пронормированные по системе ВСР. Они различаются... Ну... Радикально. Для неодима это очень большие различия. Пренебречь ими... Пренебрегать ими нельзя. Прямо скажем, ВСР подложил всем нам свинить. Люди, которые вот в этом не разбираются, да? Те, которые не сидели на лекциях, и не слушали, и ничего не знают про фракционирование изотопов, про масс-дискриминацию этих приборов, про разные системы нормирования, и вдруг начинают... Вдруг у них возникает делание, а надо бы собрать базу данных по изотопам неодима разных породов. Начинают все эти маяцы, у них ничего не получается, они собирают чушь. Потому что они валят в одну корзину данные, полученные по родным системам. Они систематически между собой... Они систематически между собой различаются. Различаются причем... Примерно так, как мантия отличается от коры. Поэтому я легче высоко уложен в большие среди. Хотя есть способы этого избежать, и сравнивать эти данные в каких-то удобоваримых одинаковых единицах мета. Мы с вами чуть позже с этим разберемся. Я просто понимаю, что сегодня... Люгмай нормирует по 146-144. Он эту цифру принял. Просто средний из нескольких опытов взял. 0,72-19. И по этой цифре сейчас, в общем, весь мир нормирует. И мы тоже все наши задачки, когда мы будем с вами решать, это все будет... Мы будем все это нормировать по системе, которую предложил Люгмай. Но в Иссенбурге сбрасывать с счетов никак нельзя, потому что у него, во-первых, большое количество учеников. И многие вслед за своей аспирантурой у него, докторантурой и всем прочим, они используют его технологии, его методы, развитые у них в лаборатории. И у них получаются разные цифры. Это надо иметь в виду, мы сейчас с вами разберемся, что с этим можно сделать, как с этим быть. Вот если взять все изотопные отношения, пронормированные по Вассербургу, поделить на все изотопные отношения, пронормированные по Люгмайеру, к 144-м, если их отнести все, то получается вот такая зависимость. Ну, отношения 144-м к 144-м, понятно, тут единичка. А отклонение для легких изотопов оказывается в отрицательную область, для тяжелых изотопов в положительную область. Ну, это, значит, просто величины этого отношения. А это в единицах эпсилон, эпсилон, которые есть одна десятитысячная отклонение, одной цифры от другого, для каждого изотопного отношения. Ну, мы с вами уже давно знали, что такое процентное отклонение, мы с вами недавно вспомнили, что такое отклонение в фрамилях, а это отношения еще более дробные, еще более мелкие, в мелких единицах 10 в четвертую, вернее, 10 в минус четвертую. То есть, каждое изотопное отношение, в данном случае, пронормированное по Вассербургу, делится на такое же отношение по Люгмайеру, минус 1, и поскольку это очень маленькая величина, они не сильно отклоняются, отличаются от единицы, видите, да? Умножаем на 10 в четвертую, и получаются тогда вот такие вот целые числа. Ими удобно работать. Ими удобно пользоваться. А что такое внизу? В чем было? Это атомные единицы массы? Атомные единицы массы, да. Естественно, они целочисленные, да, поэтому тут эта линия, это просто значит, чтобы соединить все точки, чтобы мы видели, что лежат они на прямой линии, хотя понятно, что промежуточных значений тут быть не может. Промежуточные значения у нас. Ну, это мы с вами сейчас сравнили данные, померенные по Вассербургу, относительно данных, померенных по Люгмайеру. Хитрость этого подхода состоит в том, что если мы используем единицы эпсил, то вот эти вот расхождения, ну, единицы эпсил при анализе природных образцов, то вот эти расхождения, связанные с разными системами нормирования, они исчезают. Сейчас мы это с вами увидим, как это делается. Значит, вообще-то единица эпсил, это есть отклонение изотопного отношения неодима в образце на момент времени Т, да, вот Т тут верхний индекс. Очень важно, чтобы это все было для одного и того же времени рассчитано. Делить на изотопное отношение неодима в этот же самый момент времени в хондритовом однородном резервуаре. Чуть попозже я вам поясню, что такое хондритовый однородный резервуар. Как этот модельный резервуар был получен. Но, говоря простыми словами, это отклонение изотопного отношения от хондритов. Опять-таки, делим одно на другое, минус один умножаем на десять четвертых, да, чтобы у нас были единички попрупнее. Ну и изотопное отношение и в образце, и в этом хондритовом однородном резервуаре в каждый момент времени Т, это уже, он вычисляется по хорошо нам известным формулам. Измеренное сегодня отношение 143-144 минус радиогенная добавка. И для образца, и для хондритового однородного резервуара. КОНСТРА Так вот, единицы эпсилла, не один, они не зависят от того, по какой системе, по Бессербургу или по Людмайеру мы нормируем. Но только важно, чтобы нормирование было в одной и той же системе сделано и для образца, и для хаммутов. Вот это существенно. А если мы перепутаем, вот там уже будет чехарда. Если мы, скажем, возьмем данные для хандритов, пронормированные, допустим, по Бессербургу, а данные для образца, пронормированные по Людмайеру, здесь будет чехарда. Мы будем совершать большую непростительную ошибку. В некоторых самых ранних работах вместо хандритового однородного резервуара, все-таки чтобы его посчитать, это нужна была немалая работа. давно была проведена. Ее провели Пессербург и его ученик Яковсом. Но вот до того, как они эту работу провели, использовали в качестве такой модельной оценки этого хандритового однородного резервуара метеорит, а хандрит, кстати сказать, ЖУВИНУС. И вы в некоторых старых работах можете увидеть, что здесь деление или нормирование вот это производится не по ЖУ, не по хандритовому однородному резервуару, а там написано ЖУВИНУС. Но таких работ немного, это все в основном в 70-е годы, конец 70-х годов. Потому что уже в 80-м году вышла работа Яковсом и Вассербург, самая неодимовая изотопная эволюция, хандрит. Потом они еще заполняли эту первую коллекцию, но принципиально там никаких изменений получено не было, и поэтому они ее так и оставили. Значит, вот расшифровка, да, вы можете записать. Да, кстати, и вы, я надеюсь, вы записали, да, что единицы Эпсилон не искажаются, значит, если мы рассчитываем их по любой изотопной системе, по любой системе нормирования, хоть по ВСБУ, хоть по Людмаю. Главное, чтобы не было перекрестлов здесь опыления. А вот эта диаграмма, ну, кстати, вы представляете, да, что это изохронная диаграмма типичная, да? 147-й самарик к 144-му неодиму по оси абсцис, и изотопные отношения неодима к 144-му по оси абсцис. И на ней приведены результаты анализа разных метеоритов, в основном хондритов, кроме вот этого вот самого Джувинос. Это тут, по-моему, единственная хондрит. Вот. И они обнаружили потрясающую вещь в этой своей работе, что большинство анализов хондритов лежит в очень узком диапазоне самарик неодимовых отношений. Маш, на меня посмотри лучше. Посмотрите. Во-первых, эта шкала не от нуля до чего-то там растянута, до 0,2, да? А от 0,19 там до 0,2, то есть очень узкий диапазон у самой шкалы. Кроме того, вот, скажем, две крайние точки, это метеорит один и тот же Сен-Северин, но у него есть темное стекло и светлое стекло, то есть это немного фракционированное вещество. И они, собственно, и дали самый большой размах. Все остальные лежат очень компактно. Очень компактно. То есть у них практически одинаковые самарик неодимовые отношения. Они не равны, значит, друг другу идеально, небольшие различия есть, но диапазон вариаций очень узкий, гораздо уже, чем у любых пород на Земле. В следствии этих вариаций самарик неодимов, отношения к сегодняшнему дню накопились и вариации изотопного отношения неодима. И вот эта линия, она здесь для сравнения приведена, 4,6. Это, опять-таки, как в случае с ахандритами по панастасию и усаду. Да, помните, когда они, у них не было задачи определить возраст по этим данным. Так и действует. Они эту линию провели для сравнения, и они показали, что все изотопные отношения проанализированных хандритов лежат на этой линии. Все точки лежат на этой линии. То есть, во-первых, система замкнута с тех самых пор, как образовалась солнечная система, изотопная система замкнута. И, второе, очень узкие вариации самодельного отношения. Ну, вообще говоря, это значит, что и все остальные редкие земли тоже варьируют в очень узких пределах. Их соотношения, а не концентрация, а именно отношения. Вот. Вот. И тогда они, значит, вот, Якобсон и Вассербург, они выдвинули такое предположение, что это очень гомогенный резервуар, представлен этими хандритами. Химический гомогенный, да? Среднее отношение 147-го Самария к 144-му неодиму, вот оно вот здесь записано, 0,1967. Это очень важная цифра, она используется во многих расчетах, вы ее зафиксируете. Ну, и начальное, вернее, не начальное, а среднее современное изотопное отношение, вот это вот, 0,511-736, это средний состав, опять-таки, хандритового однородного резервуара сегодня. Начальное отношение вот у них тут посчитано, но оно нам сейчас не обязательно, мы с вами сами посчитаем начальное отношение, как оно нам нужно. Мы же умеем это делать. Тем более оно тут рассчитано для довольно грубого значения возраста, 4,6 миллиарды лет. Ну, и они же предположили, что из этого хандритового однородного резервуара, вернее, не то чтобы из этого хандритового однородного резервуара, а что из такого же вещества произошли и все остальные планеты Солнечной системы и Солнца. То есть, вот это отношение Самария к неодиму, они предположили, что оно относится ко всей Солнечной системе, ко всем телам Солнечной системы, как первичный состав. Примитивным телам, конечно, потому что более поздние процессы дифференциации, они могли, естественно, приводить, обязаны были приводить во многих случаях, к возникновению вариаций Самария к неодиму отношению. Это все понятно, да? А вот первичное вещество, они постулировали, что оно имеет именно такой состав. Мы с вами чуть позже увидим, что это положение выполняется только приблизительно. То есть, при более детальном изучении выяснится, что вариации все-таки есть между разными планетами. Но пока вот надо все-таки представлять, что действительно настолько получилось гомогенное вещество этих вот представленных андритин, что абстрагироваться от этой новости было невозможно. Это очень важное открытие вообще. Но опять, эти цифры пронормированы по РСРБУ. Так, давайте мы достанем сейчас с вами ваши айфончики и посчитаем. Если у нас есть такое вот отношение, оно не сегодняшнее, оно начальное, для возраста один миллиард лет. Посчитано это при нормировании по Люгмайеру, а не по РСРБУ. Почему бы не так, как там на предыдущей картинке? ЧУР мы с вами записали, вот когда мы табличку с вами самые первые изотопные отношения неодима записывали, в скобочках были указаны изотопные отношения для хандритового однородного резервуара, для ЧУР, посчитанные по разным системам нормирования. Вот 0,512,638 – это современный состав ЧУР, посчитанный по Люгмайеру. А само реагиваемое отношение, оно одно и то же, оно не зависит от того, как понормирован неодима. И нам нужно посчитать величину эпсилона неодима на этот момент. Давайте-ка сообразим, что для этого надо сделать. Дима, надо посчитать, да, изотопное отношение Димы в ЧУР, которое было миллиард лет назад. Вот. Потому что все-таки два действия здесь, а не одно. Я сказал, что мы все наши расчеты проводим, нормируя по Люгмаю. Соответственно, надо брать ту колонку, которая была под именем Люгмаю. Вовремя ты, Маша, задаешь такие вопросы. Еще бы на экзамене поспросила. Вообще было. Вообще все. Мне кажется, это уже нечего. Когда это мы, когда это мы возраст горных пород называли относительно образования Земли? Где это такое было? Если мы говорим миллиард лет возраст, это относительно чего? Относительно сегодня. Я вам довольно подробно это объяснял, когда мы выводили формулу радиоактивного распада. Закон радиоактивного распада. Обратите внимание. Я понимаю, что не всегда вам легко разобраться с количеством значащих цифр, которые нужно записывать. Но если вам даны входные данные с шестью значащими цифрами, значит и результат должен быть таким. Если мы говорим про изотопные отношения. Конечно, здесь количество значащих цифр может быть иным при расчете радиогенной добавки. Потому что она мала. Она вообще сказывается где-то в последние знаки. А вот величину эпсилон больше чем одну или максимум две цифры после запятой не нужно. Потому что величина эпсилон это 10 минус четвертый. Это значит относится вот единичка эпсилона. Это пятерочка вот в этом знаке. Это одна единичка эпсилона. Я сказал, одна максимум две цифры после запятой. Давайте, чтобы нам понять, каким погрешностям приводит использование двух разных систем, мы посчитаем начальные изотопные отношения по системе Люгмайера и Вассербурга на 4,5 миллиарда лет назад. Какая цифра вот эта и какая цифра вот эта? Данные сегодняшние вот они, да? Это Люгмайер, это Вассербург. Изотопные отношения 147-го Самарик к 144-му неодима, оно одно и то же. И потом, когда вы их посчитаете, вы посчитаете разницу в единицах эпсилла между этими цифрами и разницу в единицах эпсилла между этими цифрами. Так, ну и теперь у меня к вам вопрос. Насколько единиц эпсилла различаются эти цифры и насколько единиц эпсилла различаются эти цифры? Ну все-таки не совсем. Они близкие, но не одинаковые. Единиц эпсилла нам нужно очень хорошо уметь считать, поэтому не лишним будет потренироваться. Что получилось? 15-43, а вы расставите меня? Еще раз. Минус 15-4, минус 15-6. Для современного и для... Да. Значит, различие между этими цифрами, между эпсиллами неодима, да? Для сегодняшнего дня и для сотворения Солнечной системы всего 0,2 единицы эпсилла. Даже чуть меньше, на самом деле. Поэтому мы с вами понимаем, что если мы считаем в единицах эпсилла изотопные отношения для всего диапазона возраста, вот с сегодняшнего дня до максимального прошлого для Солнечной системы, мы получаем, в общем, одни и те цифры. Ну вот, из уважения к самому первому геохронологическому результату, я вам показываю вот эту из окронов, опубликованную Людмайером в 1975 году, то, что я вам говорил, что первая работа. Это лунный базальт, доставленный Аполлоном 17-м. По-моему, это как раз была их последняя миссия с астронавтами на Луне. Вот, и они проанализировали базальт. Видите, получили возраст 3,7 миллиарда лет на Луне. Что показало сразу, что эндогенная активность на Луне продолжалась довольно долго. Там совсем-то молодых магматических процессов не зафиксировано. Но очень много было процессов в районе, ну, такой обширный магматизм в районе от 4,5 до 4,3, и еще было и только 3,7 миллиарда лет. Весьма вероятно, что многие из них были связаны с бомбардировкой. С крупными телами, потому что на поверхности Луны вы наверняка все на нее смотрели, хотя бы разе. И на Луну на небе, и, может быть, видели лунные карты, там уже лунный глобус. Как видите, здесь образец был поделен на минеральные фракции из породы. Выделенный альминит, пероксен и флагиаклаз. И они дали неплохую изохрону. График остатков тут посчитан вот таким вот образом. Ну, в смысле, не посчитан, а построен вот таким вот образом. Он показывает, что все точки лежат на единой линии. Ну, они немножко еще тут доверительные пределы для этой линии нарисовали. То, что мы с вами уже в эти тонкости не входили, не влезали при построении графика остатков. Вот. Ну, это такой самый первый результат, полученный Любмая. После этого было довольно много работ, и до сих пор они, естественно, продолжаются. И была, как всегда, вот с появлением нового метода, новой изотопной системы, начинается такая, появляется такая эйфория, возникает, что сейчас вот этот метод нам позволит датировать породы, которые раньше было невозможно датировать. Потому что сама ринеодиловая система, она должна быть, это была такая твердая вера во многом обоснованная, сама ринеодиловая система должна быть самой устойчивой по сравнению со всеми остальными. Как вы думаете, почему? Почему могла возникнуть такая уверенность в геохимике? Потому что сама ринеодиловая система, они очень похожи по геохимическим свойствам. И процессы нарушения, вплоть до довольно высоких степеней метаморфизма, они слабо меняют, слабо нарушают сама ринеодиловую изотопную систему, хотя это не значит, что не нарушают совсем. И мы с вами примеры такие рассмотрим. И получения хороших изохрон, и случаи, когда изохроны не получались совсем. Вот сейчас я вам покажу пример исследования древнейших пород Гренландии. гнейсы, гранита гнейсы древней, которые до этого изучались и урансвенцовой системой, и в виде стронцевым методом. Их возраст это сильно метаморфизованные, неоднократно метаморфизованные породы. И поэтому, конечно, геохронологи тут же, как только самая ринеодиловая система вошла в обиход геохимиков, геохронологов, они стали ее использовать, чтобы продатировать вот эти гнейсы. Но сначала я вам покажу по ним же, по этим образцам, взятым из формации ИСЛА, рубили стронцевые данные. Обратите внимание. Получено по разным образцам пород в целом. Получена единая изохрона. 3 миллиарда 720 миллионов лет, то есть минус 60. Архей. Глубокий архей. Кстати сказать, одно из самых ранних событий, то есть это наиболее древние возрасты, которые получаются при датировании пород. 3,7-3,8. И потом они применили... Ну, они. Это я так очень неопределенно вам сказал. Это вот обобщающая работа Мурботова, Уайтхауса и Камбера 1997 года. Она вышла вслед... Это как обзор по материалам ранее проведенных исследований, ну, этих же авторов и других. Вот они, начиная с 1986 года, разные работы были проделаны. Значит, первое, на что тут нужно обратить внимание, вот Мурбот с авторами, они, собрав данные из разных работ, разных авторов, полученных в разных лабораториях, обнаружили... То есть так посмотреть, что, в общем, довольно большой разброс включился. Здесь, опять, погрешности, но они сопоставимы с размером символов, они здесь по этому не приведены. Но при детальном рассмотрении, они увидели, что разброс данных одной из этих работ, вот этой вот девушке, он в несколько раз больше, чем у всем остальным. Это... Ну, сейчас это уже взрослая дама, известный геохимик. А тогда это была ее аспирантская работа. Вот. И... В общем, Мурбот со всеми остальными своими соавторами, они пришли к выводу, что, наверное, тут дело не в природе, дело не в образцах, а дело в неаккуратном анализе. И они... Эти вот открытые квадратики, эти данные, они забраковали и из расчетов выкинули. Оставили только те, вот из трех оставшихся работ, раз, два и три. То, что залито... Показано вот этими залитыми кружочками, черными кружочками. Немало точек, двадцать шесть. Хотя скво десятка. Десятка. Многовато. То есть, конечно, система в какой-то мере нарушена. Но, а что делать? Метаморфические породы, да? В общем, полиметаморфические, неоднократно метаморфизованы. Вот. Но, тем не менее, вот значение возраста три шестьдесят четыре. Плюс-минус сто двадцать. Сейчас запомнили, да? Вернулись. А здесь три семьдесят два. Почему-то рубиди-стронсовая система показывает более древнее значение возраста, чем самориний один. С чего мы вдруг? Рубиди щелочь, да? Стронсо-щелочная земля. Уж если предполагать, что кто-то и нарушился, то, скорее, будет нарушение касаться рубиди-стронсовой системы, чем самориний один. Только что мы говорили, да? Самарий с неодимом две редкие земли. Трехвалентные. Крепко держатся за все, что вокруг них там в каркасе имеется. В отличие от рубиди со стронсовым. Как быть? В чем дело? Почему тогда такое может быть? Меры от разных объектов? А? Меры от разных объектов. Как разные объекты? Один и тот же Гнейса Амитцов. Формация Лисова. Тем более, что многие из этих образцов, они просто проанализированы одно и то же вещество и тем и другим методом. Как разное. Если бы разные объекты, извините, я бы вам голову не морочил. Я вам сказал, вы знаете, вот по этому объекту один возраст получился, по этому другой. В огороде кузина, а в Киеве дядь. Все нормально. А здесь? Три шестьдесят четыре. Три шестьдесят четыре. Три шестьдесят два. Они, конечно, перекрываются погрешностями, но тем не менее. Значение различается довольно сильно. Почти на сто миллионов. Спасибо. Ну вот, обратите внимание. Я вам, когда картинки показываю, обычно никакого лишнего здесь мусора не присутствует. Картинка и подпись. Да? Минералы наверняка одни и те же, потому что это одни и те же породы. Здесь не минералы выделяли, здесь породы в целом анализировались. Ну что, никаких идей? Есть идеи. Ну, а чего же сидишь, молчишь, Регина? Я просто не понимаю, они... Вот смотрите, это работа семьдесят седьмого года, довольно старая. И... Это как раз в том году и были приняты те константы, и аргоны, и рубидия, и мусикали, и рубидия, которыми мы сейчас пользуемся. Но на тот момент еще люди пользовались разными старыми константами. И в данном случае вот константа... А какая у нас... Какую константу мы сейчас приняли? Один сорок два, а здесь один тридцать девять. Но чуть-чуть различается. Давайте сообразим. Как это повлияет на результирующее значение возраста? То, что... Вот если мы, скажем, пересчитаем современные константы, которые согласованы со всеми остальными... У нас будет меньше значения. В каком должен быть больше? Вот когда у нас лямбда один тридцать девять, что ли? Да, потому что... Мы делим единичку на лямбду. Угол наклона линии не меняется от того, что мы используем то или иное значение лямбды. Он определяется положением точки. И этот угол наклона... Он связан с таким вот произведением лямбда умножить на Т. Радиогенная добавка вычисляется через произведение лямбда умножить на Т. Это произведение, еще раз говорю, определяется угол наклона линии. То есть оно фиксируется. Поэтому если понижена, занижена лямбда, то будет завышена Т. Если мы повышаем... Попробуйте пересчитать, каким должно быть значение возраста, если мы используем константу расклада 1,42. Они 1,39. Что нужно сделать? Для того, чтобы посчитать правильный возраст. Нужно взять начальное и затопное соотношение? Не нужно. Вот начальное и затопное отношение точно не нужно. Оно здесь никакого касательства не имеет к возрасту. И к тому, какая лямбда. Начальное и затопное отношение вот этой линии определяется. Она как уперлась сюда, так и она не сдвинется от того, что мы другую лямбду применили. Умножаем это значение возраста на эту лямбду и делим на правильную лямбду. Все. Никаких экспонент, никаких логарифм, никаких начальных и затопных отношений. Сколько получилось? Кто считать умеет? 3641. 3640, да. 3640. А здесь? плюс 120 миллионов. Ну да. А совпадение с точностью до одного миллиона лет. Видите, какая красота. Так что, еще раз этот пример говорит о том, что когда читаете статьи, то надо, во-первых, читать то, что написано мелким шрифтом про методику. Ну, в наших статьях это мелким шрифтом не пишет все крупно. А в гусульманские статьи, там обычно методическая часть, она написана мелким шрифтом. Надо напрячься и прочитать. И обращать внимание на все константы, как нормировано, какие использованы константы распада. Потому что они могут повлиять вот на результат, как видите, самым радикальным образом. Вот очень интересная работа тоже по метаморфическим породам. Опять-таки, возрастом 3,7 миллиарда. Возрастные значения мы здесь не имеем. Это тоже по Гнейсам Амитцок и по Гренландии. Но здесь самое интересное, что разное содержание неодима в образцах породы в целом и получающиеся величины эпсилу неодима. Что мы видим? Когда содержание высокие, десятки ппм, все точки лежат компактные. С понижением концентрации разброс возрастает. Когда концентрации элементов низкие, устойчивость системы одной и той же, сама ренеодимовая система, снижается. Естественно, это справедливо и для рубинестронцевой системы будет любой другой. И, соответственно, по этим значениям можно вычислить среднюю величину эпсилу неодима. Она получается что-то порядка плюс 2, 1,8. Но при низких содержаниях разброс чудовищный, он был плюс 2,2. Ну, ясно, что система нарушена. И она тем легче нарушается, чем ниже концентрации самарии неодима в образце. Ну, это речь идет именно о нарушениях в результате метаморфических процессов. Еще раз говорю, что вот особенно в 70-е и 80-е годы сама ренеодимовая система очень активно применяли для датирования горных пород, прежде всего древних, прежде всего сильных метаморфизов. Сейчас в меньшей степени, потому что сейчас активнее применяется урансвинцовая система по цирконом. она позволяет получить гораздо более точное значение возраста, чем сама ренеодимовая система. Ну, там свои подходы, мы до них еще доберемся. Вот результаты датирования опять-таки древних пород западной Австралии. Это такой щит Илга, блок древнейших пород. В Маккалах, вот один из учеников Уссербурга, австралиец, который к ним приехал, поучился, стал доктором философии. Вернулся назад в Австралии. Сейчас он там гуру Самарии неодимовой изотопной геохронологии занимается датированием. Ну, по самым австралийских, но, конечно, он и разных других объектов тоже датировал. Вот. Это опять-таки древнейшие породы в Австралии. И здесь они исследовали несколько куполов гнейцев, гранитогнейцев. Вот, в частности, вот это вот Конноли, Пионер и, по-моему, вот этот. Ну, сейчас мы увидим с вами. И изучали, изучали они и самая неодимовая систему, и рубидистронцев. Вот нам всегда, естественно, интересно сопоставлять разные методы, разные системы, чтобы они получаются. Значит, сначала смотрим опять на рубидистронцевую систему. По всем трем, да, вот по всем трем этим объектам, которые я там показал вам. В рубидистронцевой системе они все показали единую линию. С кого тут не приводится. Возрастом 2,78 миллиарда лет. Ну, и вот начальным отношением около 0,7. 0,7 до 0,7. А сама неодимовая система получилось не очень. Во-первых, они легли в такую полосу, ну, или вот можно, значит, сказать, что на две параллельные линии. То есть вот образцы этого купола пионер 4 анализа, они образовали свою линию. Возраст 2,8 миллиарда, ну, погрешность 150. Это типично вообще для сама неодимовая система, чтобы погрешности были 50, 100, 150 миллионов лет. Лучше редко получается. Почему? Почему получается лучше редко? Очень маленький разброс сама неодимовых отношений. Малая растяжка, соответственно, для того, чтобы четко определить угол наклона линий. А по двум другим вообще в кучку все легло. Тут просто они провели линию для сравнения, линию параллельную вот этой, с наклоном 2,8 миллиарда. Ну, вот, единственное, что интересно, она прямо попала в чу. Проходит через точку эту хандритово-однородную резервуар. Итак, значит, здесь плюс 3,5 единички епсилон. А сколько здесь будет единички епсилон? Кто сообразительный, кто умеет считать на глаз, по линии. Сейчас раз, быстро цифру пересчитали в епсилон неодима. Линия идёт, 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 идёт. И попало в чу. Значит, относительно чу? Эпсилон неодима около нуля. Ну вот. Собственно, геохимические следствия того, что Эпсилон неодима равно нулю, мы сейчас с вами пока разглядывать не будем. Но вот просто глазомерная такая оценка, да, она полезна, когда у нас на этой графике есть данные для хандритово-однородного резервуара. Вот. То есть, если системы закрыты, да, то они дружно показывают. И у медистронца, и сама линия один показывают одно и то. Это бывает не всегда. Это бывает не всегда. Наверное, почаще можно встретить ситуацию, когда сама линия одинова система больше выглядит такой, более устойчивой, да. Ну, опять в силу тех причин, что это нередкие земли. Вот. Но нередкие случаи и обратные. И вот один такой пример мы сейчас с вами разберем. Он очень интересный. Это вот супружеская пара хростов, два петролога. Они изучали как раз воздействие контактового метаморфизма и мета-саматоза, углекислого мета-саматоза на саморе-неодимовую систему. Мета-базин. Ну, это вот центральная часть Северной Америки. И здесь ситуация такая. Рядом, ну, вернее так, в экзоконтакте, да, не будем говорить рядом, нехорошо. В экзоконтакте анартозитовой интрузии был разрез мета-базинов, гораздо более древних, которые перемежались с кармоналфизмом. Мета-базитовым возрастом около 2,6 миллиарда лет, да, около 2,6 миллиарда лет, а анартозитовая интрузия внедрилась гораздо позже, 1,4 миллиарда. Причем, анартозитовая интрузия, это довольно высокотемпературная, она создала очень такое высокотемпературное поле вокруг себя, и в экзоконтакте породы были сильно метаморфизованы. Причем, что происходит при этом с карбонатами при нагреве? Что происходит с карбонатовыми при нагреве? Разложение происходит, да, в значительной мере углекислота, значит, карбонат разлагается, углекислота высвобождается и появляется углекислый флюид. И вот они изучали как раз результаты воздействия углекислого флюида на эти метабазиты. Они взяли два очень коротких разрезика, буквально по мету, и напилили их, взяли по несколько образцов из этих двух точек. Значит, вот анартозит, тут показан, да, и вот в экзоконтакте эти два разреза, где они отбирали образцы, где контащат карбонаты с метабазитом. То есть тут не анартозитовый расплав как-то воздействовал на метабазиты, а углекислота, освободившаяся в результате разложения карбонатов при их метаморфизме. И что получилось? Они взяли несколько образцов, вот скажем, и выделяли из них минералы. Возраст анартозита был известен, поэтому здесь вот эта вот 1,433, линия 1,433 миллиона лет, да, она проведена везде для сравнения. И вот видно, что для образца, ну вот тут, образец номер 20, да, к примеру. Плугиокласс, роговая обманка, пероксен, порода в целом. Но эти лежат в одной кучке, пллугиокласс, значит, хорошо так отодвинулся в сторону, и они, в целом, они расположены вдоль линии, отвечающей возрасту внедрения анартозита. Хотя эта метабазит гораздо более древняя. Значит, что произошло с самориодневой системой, что она показывает здесь? Она была омоложена, да, она не показывает 2,6 миллиарда, она показывает 1,4. Минералы самориодневой системы показывают полную перестройку самориодневой системы. Образец 23, тоже, роговая обманка с породой в целом, вот здесь они близки, пероксен повыше, пллугиокласс пониже, тоже референс-лайн, референс-лайн, как это будет по-русски? Линия сравнения. Значит, еще раз, что это не изохрона посчитанная, построенная по этим точкам, это линия, проведенная с этим углом для сравнения просто. Мы видим, что они все очень неплохо, в принципе, наверное, можно изохрон уголок построить, я не знаю, тут просто они сравнивают все время. Еще один образец, 37-й, ну тоже самое, роговая обманка, пероксен, порода в целом, пллугиокласс лежат на этой линии. И для вот этого же образца рубидестронцевая система. Плугиокласс, порода, роговая обманка лежат тоже на линии 1,43. То есть вот при внедрении этого анатозитового расплава высокие температуры по геотернометрам оценены на уровне 800-850 градусов. Довольно высокие температуры. Воздействие на эти породы привели... И плюс еще воздействие углекислотного флюида привели к тому, что и рубидестронцевая система, и сама лениодневая система минералов, минералов, да, мы еще минералов смотрим, перестроены. Омолодились и показывают возраст 1,43 миллиарда лет. Теперь посмотрим на другой рисуночек породы. Рубидестронцевая система для пород в целом. Тут разными значками, вот Location A и Location B, да, вот эти два разных обнажения. И что видно, что часть точек лежит на линии с наклоном 2,6 миллиардов. Они сохранили более-менее нетронутой свою углубидестронцевую систему, отвечающую возрасту метабазита, исходному метабазиту. Часть... Ну, большая часть тут вот такой кучка бесформенной лежит, но вот одна еще сюда отлетает. И поскольку мы опять-таки знаем, как провести линию сравнения, мы знаем, что возраст анартозита 1,4, мы ее проводим, и да, мы видим, что... Мы уже угадываем, да, если бы мы не знали этих значений возраста, мы бы что, получили просто кучу точек? Сказали бы, вот тут ничего нельзя. А поскольку оба значения были возраста определены независимым путем, то мы, значит, понимаем, что, значит, часть образцов была омоложена в видестронцевой системы, порог в целом. В части образцов она сохранилась. Для самаре-неогимовой системы ситуация гораздо хуже. Потому что вот, ну, опять-таки, А и Б тут разными цветами показаны, залитой, не залитой. Пунктиром здесь проведена полоса с наклоном 1,4. Широкая полоса. И что? Даже не все в нее попадают. А? Даже не все в нее попадают. Мало того, что в нее полосу можно и расширить. Это чистейшая воды волюнтаризм, как бы ширины от руки нарисовать пунктирными линиями полосу, да? Вот. То есть, конечно, опять для сравнения нарисовано, ну, так, более-менее они вытянуты вдоль линии 1,43. Но породы не переваруновесились, в отличие от минералов. Да? Хотя некий тренд наметился. Но уж никаких намеков на тренд с наклоном 2,6 миллиарда здесь вообще не осталось. Так что, при вот таком углекислотном метцаматозе или метаморфизме с воздействием углекислотного флюида, сама неодимовая система и породы минералов нарушается очень активно. Причем, ну, конечно, еще при высоких температурах. При этом сама неодимовая система минералов, она приходит в состояние практически нового равновесия, да? Полученные, ну, почти что из охраны. Прекрасные. Ну, а породы в целом, старое равновесие у них разрушено, к новому они не пришли. Самая ренеодимовая система здесь ни для чего уже, естественно, не применима. Ни для чего в смысле геохронологии, для определения возраста. Такая вот интересная показательная работа фростов. Они практически, она была в значительной мере проведена не для каких-то геологических оценок, да? Потому что возраст они знали и так, независимо. Вот. Ну, петрологические исследования тут проведены, да, они представляли собой свой интерес. Но вся изотопная геохимия, она скорее была нацелена на то, чтобы оценить устойчивость рубидестронцевой и самая ренеодимовой изотопных систем к вот таким вот условиям метаморфизма. Высокие температуры и активный углекислый флюид. Но в целом, как я вам уже говорил, главные проблемы с датированием по самая ренеодимовой системе, с помощью самая ренеодимовой системы по оборудованию в целом, главная проблема состоит в том, что очень узкие вариации самая ренеодимового отношения редко нам удается получить хорошую растяжку по СИХ, и, соответственно, по СИГ не получается ее, в отличие, скажем, от рубидестронской системы. Мы видим, что здесь вот, скажем, вариации от 0,18 до 0,22. Самая ренеодимовая отношения. Ну, очень узкие пределы. 20% каких-то несчастных. В отличие, скажем, от рубидестронцевой системы, где в разы, даже вот для метабазитов, в разы меняются рубидестронцевые отношения. Соответственно, шире вариации дополнительного отношения строительства. Но есть и исключительные случаи. Опять-таки, это метаморфические породы Ньюфаундленда. Это метапеллиты, в которых при метаморфизме росли вот такие вот крупные кристаллы граната. В общем, зональные. Крупные, да? Потому что, вот смотрите, один миллиметр в шкалах. То есть, это вот что? Это, наверное, около сантиметра. Это можно ювелирные украшения делать, девушка. Кабы не вот огромное количество этих включений. Кварцы, эльминит и всяких прочих минералов. Вот. То есть, в процессе метаморфизма этого метапеллита росли гранаты. Это нередкая ситуация, нередкий случай. А кристаллизация граната, она приводит к довольно заметному фракционированию редких земель. И, значит, Самария относительно не один. Вот. Значит... Ну, вот О'Найтс – это известный английский геохимик, геохронолог. Вэнс, не знаю, я больше не видел эту фамилию. Наверное, это какой-нибудь студент-аспирант. Или аспирант, не знаю. Это О'Найтс. Вот. И они датировали эти породы. В общем, возраст их был непонятен. Предположительно, от какого-нибудь там до Кембрия, до Ордовика. По геологическим представлениям. Им нужно было определить время. Время метаморфизма этой толщи. И они придумали очень-таки три способа. Они взяли этот гранат и изучили зонально. Вот, собственно, порода в целом, включающая этот гранат. И из граната они взяли самую центральную часть – ядро. потом внешнюю зону, тоже ядра. И самый крайший. Вы обнаружили, что вариации самарь-неодиного отношения здесь гораздо шире и противоречат тому, что я вам только что говорил, что они все время узкие. Когда дело касается граната, видите, здесь они гуляют больше, чем в 10 раз. Но это, пожалуй, единственный пример, когда мы можем увидеть такие широкие вариации самарь-неодиного отношения. Только вот при такой кристаллизации граната. И, соответственно, очень редкий пример, когда по самарь-неодиному системе, когда самарь-неодиному методом получено значение возраста с погрешностью первые миллионы лет. Обычно, как я вам говорил, это погрешности на уровне десятков миллионов лет. Хорошо, если 30, а так обычно 50, 80, 100 – лучше не получается. Но здесь, поскольку вот такие широкие вариации самарь-неодиного отношения, соответственно, получились довольно широкие вариации изотопного отношения неодима. Хорошая линейность данных. И вот. Скво вообще какое-то чудовищное. Я такого больше не видел, чтобы однотысячное. Ну, случайно было. Но зато вот очень низкая величина япсилу неодима. Тут, конечно, у этого аспиранта или аспиранте онайнца никаких представлений о том, сколько нужно десятичных, ну, сколько нужно значащих цифр использовать, когда приводишь данные. Нету. Достаточно было бы все-таки написать 0,2. И, соответственно, здесь ограничить 9,8. То есть минус 0,2. Это было бы честно. А вот писать 161 – это, конечно, не надо. Ну, мы простим меня. Или его. Потому что изохроны получилось изумительное. Лучшее я не видел никогда. И, еще раз говорю, погрешность получилась очень маленькая. Поэтому, если кому-то из вас вот доведется иметь дело с такой толщей, где имеется гранат, то имейте в виду, что это очень такой благодатный материал, благодатный минерал для датирования самая неодинная метра. А рубинестронцевая система по этим же самым данным показала ничего, показала ерунду. Да, потому что вот одна каемка лежит совсем в стороне от линии. Линия сравнения проведена, опять-таки, ну, распространенный прием. По самой неодинной системе определили возраст, провели линию сравнения. Здесь вот каемки и внутренние зоны. Тут уже два разных зерна граната использовались. Ну, в общем, конечно, система нарушена. Но это еще можно, это можно вполне понять, потому что как раз в гранатах обычно, если это не карцевые гранаты, в гранатах содержание стронция довольно низкие, а уж рубиде и податок. Поэтому система изотопная, эрубидестронцевая система изотопная, она нередко показывает ерунду. Но зато есть другие минералы, с которыми можно успешно использовать. Я предлагаю прерваться минут на пятнадцать, подышать воздух. Давайте откроем. Ну, и как обычно, значит, геохимия, изотопная система, она отталкивается от геохимии элементов. Поскольку сама личная дыма – редкие земли, то нам сначала нужно будет немножко познакомиться с технологией работы с редкими землями. И вот здесь в зависимости, ну, вернее, не то, что в зависимости, здесь вот последовательность редких земель, да, унтануинов, от лантана до лютеция. И приведены концентрации, это для хондритов, это среднее значение для хондритов. А остальные, а, это пиролит, ну, это модельный состав мантии. Оценка состава мантии. И просто два наугад взятых образца. Базальт, серединоокеанический, никакой не средний, просто один образец. И гранит. Обратите внимание, значит, это ёмные радиусы, да, при… Когда они трёхвалентные, они последовательно уменьшаются. Как этот эффект называется? Лантаноидное сжатие. Какие вы молодцы. Лантаноидное сжатие, да, потому что обычно, в целом, если смотреть на периодическую таблицу, то с ростом заряда ядра радиус увеличивается. Да, вот если смотреть, там, от водорода к урану. Но у лантаноидов, за счёт того, что достраиваются внутренние оболочки, там, 4D, 5F, у разных лантаноидов тут по-разному перескативают электрончики с одной позиции на другую. Но, в целом, достраиваются именно внутренние, орбитальные, заполняются электронами. И это приводит к сжатию, к уменьшению радиуса. Вот, в ангстремах, от 1,17 до 1. Очень плавное, небольшое такое уменьшение. Ну и что можно тут сказать, глядя на такое вот распределение? Пила, да? А, кстати, промейте ей в скобочках. Тут всегда должны быть скобочки. Может быть, вы скажете, почему? Стабильных изотопов у него нет. То есть, место его, оно здесь должно быть ему выделено. Потому что, если мы нарушим, то вот эта последовательность сразу сломается. Вот. Но концентрация этого элемента нулевая. Да? Стабильных изотопов у него. Ну, шкала логарифмическая. То есть, это, конечно, всё скачет концентрацией в разы. Вот. И что тут? Вот если смотреть, да. Если бы мы смотрели только на такие вот ломанные кривые, то мы, конечно, не оценили всей красоты этих редко-земельных элементов. как они себя согласовывали ведут. И если мы... Да. За счет чего вот эти вот... Почему такая пила? Потому что более устойчивость. Какие вы молодцы. Вы все знаете геохимии элементы, да? Что четные распространены... Больше, да? Четные номера имеют высшую распространённость. Где? В земной коре, в мантии, в воде, в воздухе. Где? В солнечной системе. Везде. Везде. Вообще везде. Везде. Не только в солнечной системе. По-видимому, из-за её предела метод. Вот. И поэтому вот, чтобы убрать вот эти вот вариации, вызванные космической распространённостью, да, что мы делаем? Нормируем. Нормируем. Мы концентрацию каждого элемента в каждом образце делим на его концентрацию в хондрите. И после того, как мы это проделаем, мы получим, вдруг, вместо вот такой пилы какие-то замечательные графики. Ну, хондрит, делённый на хондрит, понятно, он достаточно ничь. Пиролит, делённый на хондрит, вот этот вот модельный состав, он даёт параллельную линию втрое высшей концентрации. И для образцов базальта и гранита мы получаем уже не горизонтальные линии параллельные распределения хондритов, а в какой-то мере наклоны. Значит, во-первых, давайте сначала поговорим вот про базальт. Базальтовое стекло из Срединовых хребтов в Тихом океане, да, в Восточно-Тихоокеанском поднятии то, что называется. О чем свидетельствует вот этот вот загиб в области легких предких земель? Кто-нибудь, может быть, знает? О чем он свидетельствует в целом? А? Обеднённый со смехом. И что, почему надо смеяться? Ой, не надо сейчас пока, не надо. Вот этого не надо. Вот этого не надо пока. Это праздновременно. Обеднённый спектр, да? Какие вот в этом ряду редкоземельных элементов какие проявляют более несовместимые свойства вот при магматических процессах? Тяжелые. Почему? Более несовместимые. Вот два варианта возникло сразу. Легкие и тяжелые. Какие более несовместимые? Легкие. То есть преимущественно концентрируются в расплаве. А, нет, ты думаешь, тяжелые. Маша, как всегда, всё нахер. Она думала, что она перепутала. Потом она перепутала. Какие более... Вот когда мы говорим несовместимые, это несовместимые с чем? С твёрдой фазой. С твёрдой фазой, да? Значит, какие эффективнее входят в твёрдую фазу, это совместимые. А которые менее эффективно входят в твёрдую фазу, это несовместимые. Они имеют сродство, соответственно, к жидкой фазе, да? Накапливаются в расплаве. Так какие из них эффективнее накапливаются в расплаве? Обычно лёгкие. Лёгкие. И, соответственно, спектры... Спектры... Вот эти графики называют часто спектр редких земель, да? Хотя, может, это не очень правильно. Вот эти спектры редких земель с повышенными содержаниями лёгких лантаноидов, лёгких редких земель, их называют обогащёнными. А с пониженными содержаниями, да? По сравнению с тяжёлыми. Вот такие вот спектры. Их называют обеднёнными. Их называют обеднёнными. Подтверждение этому мы сейчас вот буквально там через один, может быть, слайд получим. Но прежде меня интересует... Уж коли мы с вами, да, говорим про редкие земли, меня интересует вот этот вот провалич. Ну, ничего. Кто мне может вразумительно объяснить его происхождение? Весник? Да, ну, Дима, вразумительно только. Ну, и Европей проявляет иногда статистический плюс два, и заморка замещает кальций в плагеопластии. Отлично. Ну, не только в плагеопластии, я вам скажу. Он самый такой яркий пример. И, соответственно, плагиокласс может... Вот это всё-таки я поправлю, ладно? Типичное рассуждение, типичное. Плагиокласс. И все смотрят только на плагиокласс. Я вам скажу, что в гранитах нередко... А это именно гранитах, да? Нередко калиево-пылевого шпата больше, чем плагиокласса. А в Европе и в калиево-пылевом шпате себя ведёт ровно так же, как в плагиоклассе. Поэтому лучше говорить не в плагиоклассе, а в полевых шпатах. В любых. Вот дальше продолжать. Значит, он может входить в структуру полевого шпата эффективно. Да. И? А остальные что, не могут? Не могут сходить? Ну, а это уже сходили. Ну, надо вразумительно объяснять. Я же что хочу. В том, что плевой шпат при выплавке может оставаться в первой фазе. И из-за этого снижать... Для этого появляется... Ну, неплохо, да? Да. Только в результате выплавки может возникать европевая аномалия. Ну, и так же при кристаллизации плевого шпата он может осознаться и выниматься, обрабатывать аккумуляты и там будет опять правильный. Значит, вот ключевой момент, который нужно не путать, который, кстати сказать, очень многие путают. Студенты, да? И не только студенты. Иногда и даже, страшно сказать, аспиранты. Чтобы возникла европевая аномалия, мало чтобы кристаллизовался полевой шпат. Нужно самое главное, что ты сказал. Должно быть фракционирование. Твердые фазы относительно жидко, да? Полевого шпата относительно расплава. Вот если фракционирования нет, если он только закристаллизовался и все замерзло, никакой европевой аномалии не будет. Все правильно. Значит, двухвалентной Европе преимущественно, по сравнению с соседними трехвалентными элементами, входят в структуру полевого шпата. Другие минералы тоже здесь часто проявляют, ну, скажем, враговой обманке тоже можно встретить, небольшую европевую аномалию. Но она гораздо больше при кристаллизации полевого шпата. Там на порядок может быть выше концентрация Европы, чем в соседних элементах. Значит, он преимущественно входит в структуру полевого шпата. Но чтобы возникла европевая аномалия в породе, нужно произойти разделение жидкой фазы и твердой фазы. Если полевой шпат накапливается, то мы имеем положительную европевую аномалию. Если полевой шпат выносится из системы, то мы имеем отрицательную европевую аномалию. И надо сказать, что чаще, наверное, все-таки европевая аномалия возникает в природных, в коровых всяких объектах в результате фракционной кристаллизации, а не в результате частичного плавления. Вы понимаете, да, это не абсолютно такое стопроцентное утверждение, а по ощущениям. И европевая аномалия. Ну, качественно мы ее, когда мы видим такое распределение, как мы говорим? Обогащенная. Отрицательная европевая аномалия, да? Провал отрицательной европевая аномалия. Значит, если избыток, то положительная. А если в числах выразить, что нужно сделать? Как ее же прямо в числах выражаешь? Величину европевая аномалия. Двумя аномалиями. Ну, между соседними. Кто говоришь? Средняя геометрическая и между двумя соседними. Почему геометрическая? Потому что там в корне два фаза. Средняя геометрическая или средняя? Просто средняя. Средняя геометрическая, да, да, да. Шкала у нас логарифмическая. Поэтому, чтобы правильно проинтерполировать при этой шкале, надо действительно брать средняя геометрическая. Или средняя логарифмов. А это будет то же самое. Это средняя геометрическая и есть. Это корень из произведения. Значит, мы считаем корень из произведения вот этих самая и годолиния. Рисуем здесь теоретическую точку. Мысленно рисуем. И вот это отношение дальше, да. Реальная концентрация, деленная на вот эту вот интерполированную точку. И дает нам в цифрах величину европевая аномалия. Ну, естественно, что это нормированные значения все. Деленные на хандрит. Рита, так ты не увидишь, что тут написано. Формулу я все-таки рекомендую записать, чтобы потом не говорить, что среднее значение. В общем, европевая аномалия, конечно, к самой неодиумоизотопной системе непосредственного отношения не имеет. Но уж коли мы взялись за редкие земли, то нам нужно немножко понимать и про них, и про такой параметр, как лантан-лютецевые отношения. Значит, лантан-лютецевые отношения тоже нормированные, естественно, да. Если лантан-лютецевые отношения, нормированные, равно единице. О чем это говорит? Как будет выглядеть спектр, если вы видите в табличке просто, что лантан-лютецевые отношения равно единице? Это, скорее всего, что-то очень близкое к горизонтали. Может быть, с какими-то отклонениями небольшими, но, в принципе, горизонтали. Если лантан-лютецевые отношения меньше единицы, то как вы назовете? Обедненное. Обедненное вещество. Это вот что-нибудь похожее на вот эту зеленую линию. И лантан-лютецевые отношения, нормированные больше единицы, это обогащенное вещество. Само это вещество, да? Это, я надеюсь, если вы это не знаете так, что вот отскакивает от зубов, то лучше это записать, зафиксировать. Ну, хорошо, я чувствую, что вот у вас у большинства в этом отношении довольно такие хорошие познания. Так вот, чтобы представлять себе, насколько правомерно называть эти спектры обедненными и обогащенными, вот посмотрим сравнение, скажем, содержания такого типичного литофильного элемента, да, крупнокатионного урана, который ведет себя как такой активно несовместимый элемент во всех магматических процессах, да, с вот этим самым лантан-лютецевым отношением. Лантан-лютецевые отношения равны единичке, да, то есть это вот здесь вот у этих составов спектр близких горизонтальных. Содержание урана относительно невысокое. Содержание урана высокие, а вместе с ураном и всех остальных литофильных элементов, высокие там, где лантан-лютецевые отношения тоже очень высокие. Прямая корреляция. Это можно построить и для очень многих других элементов, да. Причем здесь породы, магматические породы, в основном мантийного происхождения, да, вот гранитов, осадков тут нет, ну вот морб, да, при всей его примитивности все равно тут довольно широкие вариации, видите, почти два порядка содержания урана, вот, и довольно широкие вариации лантан-лютецевые отношения. Есть и обогащенные составы, да, есть и обедневные. Это свой предмет для изучения этих морбов, да, вот геохимии. Хотя многие из них, большая их часть, конечно, составов базальтов, имеет пониженные лантан-лютецевые отношения. Ну, базальты океанических островов продолжают этот тренд. Ну, и вплоть до кимберлитов, в которых самые высокие лантан-лютецевые отношения, больше всего вот это вот обогащение легкими лантаноидами по сравнению с тяжелыми, ну и, соответственно, довольно высокие содержания урана. И мы сразу уже, когда видим лантан-лютецевые отношения, мы сразу в уме представляем, как у нас выглядит спектр лантаноидов, нормированный спектр лантаноидов, да. Высокие лантан-лютецевые отношения, мы представляем, что это... Но... Так, не будем забегать. А вот, скажем, европевая аномалия... Ну, вот здесь она по сравнению с содержанием стронца показана. Мантийные породы мы видим. Тут, конечно, вариации имеются, но в целом они лежат вдоль единичной линии. Это значит, что европевая аномалия равна нуль. Отношение Европы... Вот это вот Европе со звездочкой, это тот самый интерполированный, вычисленный в Европе, интерполированный между Самарием и Гдалинем. Да? То есть, вот отношение единица, это значит, аномалии нет. Есть некоторое количество, видите, с положительной аномалией, есть некоторое количество данных, причем это разные осадочные породы. Тут и вот красненькие, это граниты. Вот. Но их относительно немного, они реже встречаются, да, чем данные с отрицательной европевой аномалией. И причем в основном отрицательные европевые аномалии наиболее глубокие, как видите, в гранитах. Граниты — это вот те самые редкометальные граниты в большинстве своих, которые я вам уже много раз упоминал, которые образуются в результате довольно глубокого фракционирования гранитного расплава. Да? Когда из расплава выносятся, выносятся, выносятся минералы, а большая часть в этом парогенезисе — это полевые шпаты. И это как раз приводит к тому, что здесь дефицит Европы по сравнению с соседними в десять раз, да, здесь уже в сто раз и ниже, да, вплоть до тысячных отношений реального Европы к интерполированию, к тому, который должен должен быть. То есть это очень сильное фракционирование, релейское фракционирование, да, вот одноактным процессом плавления этого не достичь, частичного плавления. Почему я сказал, что чаще, это все-таки для коровых пород, это фракционная кристаллизация. По крайней мере, она дает гораздо более глубокие степени обеднения Европе, чем, скажем, одноактный процесс просто частичного плавления. А я вот, теперь вернемся к этому графику. Я вас спрошу, для, давайте разберемся, для обогащенного спектра, там, где лантан-лютесовое отношение больше единицы, может быть, даже много больше единицы, какие характерные сама линии одинаковые отношения? Пониженные или повышенные? Пониженные или повышенные? По сравнению с хандриками. Маша сказала правильно. С первого раза. Пониженные. А для объединенных спектров слегка повышенные. Вот это очень существенно, это запишите, пожалуйста. Они, естественно, обратно корренированы, потому что по отношению к лантан-лютесовому отношению, да? Потому что Самарий более тяжелая, редкая земля, чем неодим. И, соответственно, для обогащенных спектров Самарий-неодимовые отношения характерны, понижены, а для объединенных повышены. Это вот как раз тот самый мостик, который нам связывает геохимию редких земель с изотопной геохимией Самарий-неодимовой системой. Это очень важно понимать. Я бы даже сказал, это очень важно выучить наизусть. Соответственно, вот для вот этих вот обогащенных составов Самарий-неодимовые отношения будут повышены, для объединенных Самарий-неодимовые отношения будут понижены. Это важно. Потому что на что влияет Самарий-неодимовые отношения в итоге? На скорость изменения изотопного отношения. Да? Не то, что прямо на изотопный, а на скорость его изменения порой. Это существенно. Для изотопной геохимии это очень существенно. О! Задачки вам будут. Исключительно на то, чтобы вот чуть-чуть освоиться с этими графиками редких земель, их построения. Кстати сказать, вот эта колонка, да, концентрации редких земель в конритах, она очень важна. Это не какие-то выдуманные цифры. Это то, на что мы всегда нормируем. И это вам будет очень полезно. Потренироваться. Так а там уже несколько людей на разных штуках. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это общепринятое, значит, распределение редких земель, на которые все сейчас нормируют. Здесь, кроме того, приведем карбонатит. Приведены два образца гранита. Одного и того же. Это Рауминский гранит. Ему порядка сорока миллионов лет. Юго-западный Памир. Это один очень интересный объект. В нем 7 фаз выделено. Значит, это образец первой фазы. То, что написано Рауминский гранит-1. Ну, это номер образца авторский, да. Это Валентин Николаевич Волков из ГИР. Отбирал, когда был молодым. Таким же, как вы. А это последняя фаза, седьмая. То есть, они сильно различаются по степени дифференцированности. Вот посмотрите, как это повлияло на распределение редких земель. И подумайте вообще. Может быть, сможете мне объяснить. Ну, и базарь. Базарь срединного хребта. Вот. И нужно построить график. Я вас очень прошу, чтобы он выглядел прилично. Так же, как я вам показывал. Может быть, не обязательно делать его там сильно пёстрым, разноцветным. Но чтобы оси были подписаны правильно. Чтобы все элементы были на своих местах. Вот. Ну, и линии, чтобы были линии. Обратите внимание, что линии эти не плавные, с какими-нибудь там постепенными тут вот. А прямые отрезки соединяющие соседние точки. Потому что здесь между ними ничего нет. Поэтому это не может быть какая-нибудь там интерполированная и, в целом, заговорленная. А зачем вообще с ними рисуют? Что бы лучше видеть тебя, детка? Говорит Серый Бог. Что бы лучше видеть распределение точечек на графике. Вот. Особенно это хорошо. Я вам показал всего тут два образца. Да. Разным цветом. А когда их там десяток на одном графике сопоставляется. Конечно, лучше их соединить, чтобы было лучше видеть. Я постараюсь не забыть это вот вывесить. Хотя я вижу, что уже многие меня сфотографировали на фоне. И вот теперь мы переходим с вами уже в собственно кризотопной биохимии. И опять отталкиваемся от работы все того же Вассенбурга с его замечательным, талантливым учеником Де Пауло. Кстати, работу Де Пауло я вам уже какую-то цитировал. Да, вот по АФЦ. Ассимиляция профессиональной кристаллизации. Вот. И это их одна из первых работ. В чем такая фундаментальнейшая работа? На нее до сих пор огромное количество ссылок. Она радикальным образом повлияла на изотопную геохимию, на наше представление. И о составе земного вещества, и о дифференциации вещества на мантию, примитивную, объединенную пору. Что они сделали? Они на тот момент проанализировали всего несколько образцов. Это 1976 год. Из коллекции, которая у них была под рукой, по сути дела. Это гранита Гдейс, Анвервахт. Это все та же самая... Почему у меня была в Австралии? Хотя на самом деле это Гренландия. Так? Великая Дайфератезия. Это вот гранодиорит. Вот это вот РН-3. Гранодиорит с канадского щита. Древний пород. Им нужно было построить древний... На этом графике нанести древний пород. Они взяли несколько современных образцов. Тут вот базальты. Вот эти кругленькие точечки. Базальты. Это сланец. Мета-осадочная порода. Глинистый сланец. Североамериканский. И хибинский апатит. Вот тут на врезочке показана вот эта часть покрупнее. Вот это вот хибинский апатит. Щелочной базальт. Несколько морских триитов. Они обнаружили, что есть изотопная гидрогенность. Которая особенно отчетливо видна в современных образцах. Но! Три древних анализа. И вот один базальт континентальный. Колумбия-Ривер базальт. Это плата базальта. Это трапп. Такая трапповая провинция в Америке. Они оказались на одной линии. Причем эта линия эволюции хондритов. Так совпало здорово. Что они сказали. Задача решена. Земное вещество изначально сложено хондритами. И вот из этого мантийного источника с хондритовым составом. На протяжении истории происходило отделение вещества. Там формировались всякие базальты, диориты, грандиориты, граниты. Постепенно. Может и непосредственно из ультропозитов мантии. Но изотопный состав они наследовали мантийный. Это раз. Это первый их вывод. А второй, что есть вещество из источника с другим изотопным отношением неодима. А как могло возникнуть это другое изотопное отношение неодима? За счет чего? Отделение от мантии. Ну не от этой мантии. Вот просто от этой мантии отделился. Вот БЦР. Он тут вот и есть. Найдет контаминация. Чтобы контаминации надо сначала создать что-то отличающееся от мантии. Отделение от мантии. Отделение от мантии. Дальше у нас... Кара у нас запостила. Кара это что такое? Вот в терминах обвиненное обогащенное вещество. По отношению к мантии. Обогащенное. Если вещество... Да, естественно, все понимают, что коровое вещество, оно формировалось на протяжении истории Земли неоднократно. И это коровое вещество, отделявшееся от мантии, раз оно обогащенное, значит оно в среднем должно иметь самаринеодимовое отношение какое? Пониженное. Пониженное или повышенное по сравнению с мантией? Пониженное. Пониженное. Самаринеодимовое отношение по сравнению с мантией. Со временем оно приведет к тому, что в этом веществе будут пониженные изотопные отношения неодима. Таким образом, осадочные породы, коровые осадочные породы, можно объяснить, почему у них пониженное изотопное отношение неодима. Что, Леша? Да, в конкуроне сейчас так. То есть щелочные породы образуются путем щетичного плавления мантии, буквально там в первом процессе. Ну, хорошо. Но почему-то эта щелочная порода имеет повышенное изотопное отношение неодима по сравнению с хондритовым однородным резервуатом. Как могли возникнуть такие вот источники? Значит, Де Павло и Васильбурд предположили, такие источники возникли как рестит от процесса плавления и удаления обогащенного материала. То есть это обедненное вещество, в котором повышенные самаринеодимы отношения. И если когда-то, значит, образовался в древности этот рестит, и потом, позднее, он еще раз поплавился и дал вот такие вот составы, вот тогда в нем, ну, такие вот базальты, тогда в этом веществе будут повышенные изотопные отношения неодима. Частичное плавление происходит и там, и там. Если на эти же самые данные посмотреть, вот, в виде единиц эпсилона, то линии эволюции хондритов здесь оказываются горизонтальными. Я надеюсь, вы это зарисовываете, все то, что я вам рассказывал. Да, а не просто вы смотрите, как я руками размачиваю. Линии эволюции хондритов становятся горизонтальными, потому что в любой момент времени эпсилон неодима хондритового вещества равно нулю. Вот этот вот гнейс, гренландский, гранодиорит канадский, да, дайка Южной Африки, дайка Родезия, базальт. Они все оказываются в пределах погрешности на этой линии хондритов. Ну, то, что я вам уже говорил, да, здесь просто отчетливее видно. За счет того, что мы линию эволюции сделали горизонтальной, мы смогли растянуть масштаб по вертикали. И здесь уже гораздо лучше видно, что вот и хибинский этот апатит, и щелочной базальт, и морские телеиты, они лежат в высшей линии эволюции хондритов. Значит, как могут образоваться такие вот обогащенные, обвиненные, простите, источники? Источники с повышенными изотопными, причем то, что я вам сейчас буду говорить, вам обязательно нужно зарисовать и записать объяснение. Вот смотрите, мы здесь сравним с вами Рубидестронцевую систему и Самариниадиму. Значит, допустим, у нас вот эта вот синенькая линия, это примитивное вещество, мантийное вещество, которое эволюционирует в соответствии с величиной Рубидестронцевого отношения, ну, а здесь в соответствии с величиной Самариниадимого отношения в этой самой примитивной мантии. Допустим, в какой-то момент в древности произошло частичное плавление этого вещества В результате выплавка Мы уже рассматривали на примере рубидестронцевой системы эту модель В результате выплавка она становится обогащенной Как правило, аристит обеднен по всем параметрам В том числе, рубидестронцевой отношения в обогащенном веществе повышенная Изотопное отношение сразу начинает расти быстрее В рестите пониженное, изотопное отношение растет мелко В самарине 1-ой системе всё наоборот Обогащенное вещество имеет пониженное самарине 1-ое отношение Соответственно, скорость роста изотопного отношения неодимы меньше А в обедненном, наоборот, саморядиодевые отношения повышенные, и, соответственно, скорость роста больше. И они предположили, Депалу и Васербург, вот в той самой первой работе, они предположили, что вот то, что я вот тут нарисовал в районе 3,8, что на самом деле это было еще раньше. Вот это вот расщепление на вещество коры, обогащенное, и обедненное вещество мантии, произошло где-то давно, в самом начале истории Земли. И поэтому у нас коровое вещество имеет повышенные изотопные отношения с тронцами, пониженные изотопные отношения неодинами. И вот эти сланцы, они как раз это и показаны. Там изотопные отношения неодинами и неизинками. А мантия, оставшаяся после вот этого отделения корового материала, она приобрела пониженные рубидестронцевые отношения и повышенные саморядиодевые отношения. И теперь позднее, если эта мантия где-то поплавилась и породила снова новые порции расплава, океаническая мантия, чистая, без примесей всяких там коровых компонентов, без контоминации, эта океаническая мантия, Валя, имеет повышенные изотопные отношения неодинами, и, соответственно, продукты ее плавления тоже имеют повышенные изотопные отношения неодинами. Видите, мы опять снова вернулись и к рубидестронцевой системе. Значит, мне больше хотелось, чтобы вот то, что я вам сейчас рассказываю, если вам кому-то непонятно, чтобы вы здесь притормозили, задумались, если что-то непонятно, переспросили. Почему вы говорили, что в самом начале истории... Это не я говорю, это Де Паулу с Весенбургом сказали. А почему они так сказали? А напиши им письмо. Потому что это была такая идея. Просто идея. История не кончилась, мы над темно рассуждаем дальше, не переживая. Вопрос законный, Маша, вопрос законный. Но я не буду просто забегать вперед, ладно? А что же вы там тогда сидите, если вы вообще ничего не понимаете? Я вам сколько раз уже говорил. А? Именно этот слайд. Именно этот слайд? Да. Как этот график называется, помните? Изотопное отношение Стронца от времени Комсона Джерфи, да? Чем определяется угол наклона линии на этом графике? Это же линия эволюции, линия изменения изотопного отношения Стронца. Чем определяется? Стронца. Величиной рубиди-стронцевого отношения. Когда рубиди-стронцевое отношение равно нулю, линия эволюции, как мы с вами выяснили, горизонтальная, прямая. Изотопное отношение не меняется, потому что рубиди-стронцевое отношение равно нулю, радиогенная добавка равна нулю. Формулу радиогенной добавки вы, наверное, помните. Когда рубиди-стронцевое отношение высокое, скорость роста, соответственно, высокая. Обогащенное вещество имеет повышенное рубиди-стронцевое отношение. Рубиди более несовместимый элемент, чем стронцевый. Поэтому любое обогащенное вещество по сравнению с примитивным, или чуть более по сравнению с обедненным, имеет повышенное рубиди-стронцевое отношение. Соответственно, если вот тут вот, это для примера нарисован один единственный эпизод. На самом деле, конечно, их могло быть множество. Значит, если вот в этот момент произошло частичное плавление, образовалась выплавка, которая обогащена геохимически, и образовался рестинт, который геохимически обеднен. Это просто в результате становятся какие-то две разные породы. Ну, допустим, это может быть какой-нибудь гипербазит, там, горсбургит или что-нибудь в этом духе, да? Остаток от частичного плавления. А это базальтовый расклад, который потом мог, в свою очередь, еще поплавиться, частично метаморфизоваться, в результате из него получатся какие-нибудь гранитоиды. Но как бы то ни было, здесь произошло расщепление. Рубиди-стронцевое отношение высокое, скорость роста изотопного отношения увеличилась, и низкая. В самаринеадивной системе ровно наоборот. Мы только что с вами рассматривали спектр лантанови. Обогащенное вещество. Лантанолютецевое отношение высокое, в самаринеадивное отношение низкое. Соответственно, обогащенное вещество, в нем медленнее растет, изотопное отношение неодима. В обедненном веществе, все наоборот, в самаринеадивное отношение высокое, в этом горсбургите, в самаринеадивное отношение, изотопное отношение неодима растет быстрее. Вот именно поэтому надо все это расписать Чтобы вы потом, может быть, еще раз прочитали Дома перед сном Или утром, когда проснешься И Ладно Все совсем это улеглось бы у вас в голове